всем привет сегодня я работаю дома и сегодня у меня есть шанс показать вам рецепт советский рецепт чебуреков я вам уже когда-то обещала и все никак мне не досуг было снять но и работы как-то навалилось но и сейчас тоже заказа но в общем то так как я сейчас дома 1 и время такое спокойное поэтому я решила в спокойной обстановке снять вам рецепт советский рецепт чебуреков и давайте приступим я буду показывать именно замес теста один 7 секретный ингредиент смотрите как у нас погодка сегодня хорошая и облачка и такие пушистые и небо ладно пойдемте на кухню а то я так буду болтать про облака про небо а нам надо работать и так приступаем в кадре вы увидите только мои шаловливые ручки ребят буду делать немножечко тесто поэтому мне надо сделать чуть-чуть для ресторана чебуреков не заказали но нет у меня возможность сделать много поэтому буду делать совсем не знаю порции 4 повозиться придется но ничего и так сначала для начала я замешиваю или вернее смешиваю все жидкие ингредиенты здесь у меня вода обыкновенно из-под крана примерно 125 130 грамм но я никогда так не мерю прямо до граммульки до миллилитра я плюс-минус знаю что здесь вот в этом стакане вот если я так наливаю где-то 130 грамм воды дальше немножечко солим буквально вот такую щепоточку чуть чуть добавляю немножко растительного масла без запаха ну буквально там чайную ложку на глаз и секретный ингредиент вы знаете почему в советском союзе в чебуречных очень чебуреки всегда такие хрустящие пузырчатые это именно из-за уксуса и я добавлю чуть-чуть уксус уксус 9 процент не эссенция буквально несколько капель будем так говорить но я не знаю капли не капли я конечно пипетка не добавляю но но буквально вот чуть-чуть буквально чуть-чуть подкислить все это все жидкие ингредиенты ну кроме соли и сейчас я все это перемешаю чтобы вода с маслом немножечко у меня перемешалась и так дальше я добавляю муку 250 грамм муки ну примерно 250 300 почему я так говорю потому что мука разная и на это количество воды может уйти немножечко разное количество муки у меня мука такая хлебная поэтому она более густая более тяжелая скажем так и ее уходит немножко меньше чем положено всю муку я не не высыпаю для того чтобы мне довести до нужной консистенции в принципе обычно делают наоборот высыпают муку допустим 250 грамм и потом разбавляют водой но вот видите уже у меня мука она в принципе 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 мне совсем чуть-чуть надо еще муки уже все тесто получилось такое достаточно густое так все лопаточка мне больше не нужна ложечка я помешаю руками я всегда сначала делаю тесто потом занимаюсь фаршем вы знаете кто-то может сказать а я делаю другое тесто слушайте раньше да и сейчас тоже столько всевозможных рецептов целая куча но это рецепт тех времен советских и мне он очень нравится и хотя я жарить сегодня здесь при вас их не буду но я вам в конце видео вставлю фотографии моих чебурек это чебуреки которые я обожаю и это тесто для меня самое хорошее вообще я вам всегда рекомендую в какие-то такие вещи в пирожки даже иногда можно но не дрожжевые вот именно в такое тесто добавлять немножечко буквально несколько капелек уксуса во-первых тесто будет более эластичное она будет растягиваться и будут пузыречки когда вы будете жарить во фритюре чебуреки мы промешали хорошо она уже не липнет к рукам видите всего какой у меня кусочек теста то есть но его надо будет тоненько раскатывать то есть чебуреков у меня будет немного я очень много не хочу делать буквально чтобы как говорится для ассортимента у меня было но и у меня заказали там пару человек вот они съедят и может быть еще две-три порции потому что у меня на сегодня еще вареники с картошкой вот их не надо делать много поэтому я чебуреков делаю совсем чуть-чуть но и заодно вам показываю так все тесто мы сейчас накрываем полотенчика и оставляем на минут 15 если ну или 20 пока я сделаю щас фарш подготовлю фарш рецепт этого теста для меня самый лучший хотя я говорю есть целая куча разных если вы делаете какой-то другой и вам нравится то конечно замечательно я рассказываю старый советский рецепт столовский чебуречный знаете когда вот раньше готовили мне кажется или это вкус детства я не знаю но мне кажется в те времена все было вкуснее и небо голубее но это воспоминания детства так девочки мальчики смотрите в общем я взяла немного фарша здесь 300 грамм всего потому что и теста у меня совсем мало надо фаршик сделать очень таким сочным весь секрет вот когда вы кусаете чебурек и оттуда вытекает сок в чем состоит в том что фарш вы видите он такой густой его надо сделать достаточно же жидким то есть добавить воды и добавить соответственно лук лука мы берем один к одному 300 грамм фарша 300 грамм лука но я образно говорю плюс минус вот у меня одна огромная луковица она где-то на 300 грамм и есть можно сделать скажем ну половину но в принципе самое важное мясо должно быть достаточно жидкое мы его будем намазывать на тесто наше не класть как котлету в центр а намазывать я потом покажу в процессе что мы сейчас делаем мы сейчас просто нарезаем лук произвольно и я буду его в блендере и в блендере как в машинке в этой произвольно нарезаем не надо никакой красоты и я в машинке его смелю смолю смелю вместе с водичкой и потом всю эту жидкость добавлю фарш так вы видите я лук положила и наливаю воды ну воды плюс минус сами смотрите сколько чтобы все хорошо промололась и была такая кашица сейчас я все это подключу и замолчу буду все это с вами мешать так все это все готово сейчас вам покажу что тут получилось вот такая кашица вы видите достаточно жидко и мы выливаем выливаем все наш фарш вы видите будем смотреть достаточно ли нам будет жидкости или нам надо будет еще добавлять потому что должна быть такая прямо кашица еще раз повторюсь это надо для того чтобы не для экономии а для того чтобы фарш был сочный вкусный какая-то штучка у меня не промололась я ее выброшу добавляем соль перец не забываем хорошо перемешиваем добавлю перчик больше ничего не добавляю фарш у меня чисто говяжий можно брать говядину свинину но свинину вы понимаете оттуда откуда пришло это блюдо не едят поэтому если есть баранина то это вообще best of the best ну а я делаю просто с говядиной так ой какой аромат уже пошел жалко камера не передает может быть в ближайшем будущем знаете не успеем обернуться как уже этот аромат будет передавать и камера по другую сторону экрана мы же не знаем до до чего дойдет прогресс правильно не забываем посолить ну вот смотрите вот такая фарш достаточно жидкий вы видите я хорошенько в процессе пока вы будете и смотрите с 300 грамм фарша смотрите сколько вышло с мяса 300 грамм мяса смотрите сколько получилось это у меня даже останется но я уберу этот фарш и может быть потом попозже вечером если будет время сделаю еще тесто после того как я закончу лепить вареники и сделаю может быть даже нам потому что мои мальчики обожают чебуреки да и я люблю если честно можно добавить немножко остроты кто любит можно добавить кинзы кто любит но я делаю вот так очень просто мне кажется на мой вкус это вот вкус детства советских таких чебурек вот такая вот кашица у нас получилось видите и потом в процессе когда мы будем мясо постоит еще да но в принципе влагу будет впитывать поэтому в процессе когда вы видите что те мясо немножечко такое становится гуще вы можете подливать водички ну для того чтобы такую консистенцию сохранить итак ну что приступаем девочки сразу хочу показать что я беру я не буду жарить я вам уже говорила я беру такую среднюю форму конечно я могла кольцом вырезать но я хочу показать как в домашних условиях потому что иногда смотришь блогеров кулинарных и у них конечно куча красивых там гаджетов и они все делают я хочу показать как можно дома спокойно без всяких гаджетов сделать вот у меня есть мисочка от морожки то есть вот такой вполне приличный будет размер чебурек есть крыжечка я почему беру такой размер девочки потому что я же для работы делаю мне надо скажем совсем маленький я делать не могу ну то есть не и не хочу огромное делать тоже не хочу потому что мне порция должна быть как-то из двух чебурек она выглядит лучше эта порция на тарелке чем я положу один чебурек и все да поэтому я беру средний формат это вот у меня будет вот крыжечка от мороженого так тесто у нас уже постояла белки набухли глютен так называемый и сейчас я буду раскатывать раскатывать я буду достаточно тонко мы должны раскатать тонкий пласт размером чуть чуть больше ну чтобы обрезать сейчас мы посмотрим что-то тут у меня соринка знаете в каждой соринке есть витаминка кто-то вам так говорил некоторые там прямо знаете так стерильную чистоту наводят я всегда говорю в каждой соринке есть витаминка круг у меня не всегда получается но я не заморачиваюсь потому что мне не важен этот именно круглая форма потому что я же сейчас буду все это вырезать вот смотрите вот такое кладу свою форму и ножичком просто так где тут вот ножичком просто обрезаю остатки у меня потом пойдут на другой чебурек то есть я их отдельно вот смотрите вот такой вот чебуречек у меня вышел очень хороший размер мой любимый размер помните мой любимый цвет вини пух мой любимый размер берем кашицу и наносим тонким слоем это не экономия мы должны как будто бы размазать вы видите вот такую кашицу перца достаточно много тоже вы кладите да не экономьте на перца и все сворачиваем я сначала зажимаю пальчиками можно вилочкой сделать как помните как вот делали вот так вареники да чик 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 и будет красиво а я возьму у меня есть такой нож рельефный я возьму ножичком и обрежу заодно подровняю так я наверно там вам плохо видно но я на втором покажу вот такой у меня ножик и я этим ножичком обрежу во-первых ножик он тоже сдавливает придавливает и очень хорошо закрывает чебурек и сок не будет вытекать ну вот смотрите вот такой чебурек вот с мою ладошку когда он поджарится он же раз немножечко разбухнет да и размер будет побольше то есть шикарно правда же сейчас я буду класть на подносик и в морозилку в принципе вы можете сразу жарить очень долго держать чебуреки в таком виде нельзя потому что масса не масса как мясо очень жидкая и надо либо сразу замораживать либо в морозил либо жарить в общем я заговариваю с девочки мальчики еще почему я делаю такой размер потому что я знаю свои вот эти бандехи я не знаю как это называется подносики и очень хорошо помещается то есть я довольна и мне удобно морозить итак поехали дальше надеюсь вам будет хорошо видно я как-то так камеру знаете не вижу когда вот но меня леночка всегда просят алена ты показывай лучше как там раскатываешь как ты месяц как ты там все делаешь а вот а а я знаете не очень ну меня ж не кулинарный канал я поэтому люблю с вами поболтать и просто работаю да и поэтому не акцентирую на этом внимание сегодня вот решила раз уж я рецепт снимаю лена спешил форью лена старов из wings из америки коннектикут штат и специально для нее снимаю свои ручки шаловливые так надеюсь что все хорошо видно вам тоненько раскатывается даже если какие-то такие вот получаются у вас зажимчики защипчики это не страшно при жарке это все расправится вы можете делать маленькие знаете как может кому то нравится маленькие я люблю большие вообще больше чем я делаю я люблю действительно большие но для ресторана я делаю средние размазываем немножко от краев да чтобы у нас защит был кажется тоже не не думайте что надо много мяса нет много мяса не надо надо размазать размазать тонким слоем давайте я вам наверное даже чуть-чуть приближу сейчас камеру чтобы вы увидели ну вот так наверное так лучше видно все закрываем пальчиками придавили и ножичком или вилочкой кому как нравится ребят и форма одинаковая красиво получается вот супер поехали дальше раскатываем тоненький пласт я наверное все таки на вечер сделаю нам чебуреки потому что я сейчас сделаю а у самой слюни текут это кошмар какой-то вы представляете от запаха тут перчик лучок все так пахнет вкусно в общем не могу сдержаться наверное придется мне сделать еще тесто ну я замешу ближе к вечеру когда мои с работы придут и поджарю жарить во фритюре вы знаете да в масле ну такое я беру небольшую сковородку так что помещался чебурек для того чтобы не наливать огромное количество масла то есть я жарю по одному иначе это масло знаете литр надо перед тем как положить фарш размазать на чебурек я всегда перемешиваю потому что немножко жидкость отделяется поэтому апачи что там такое апачи хочет на улицу я не выпускаю потому что у нас там пришли соседи и убирают и он будет лаять а просится на улицу погулять апачи прекрати я тебя не выпущу сейчас там люди убирают а ему как раз и хочется когда люди понимаете может не хочется когда там никого нету он хочет полаять посмотреть ну представляете джуманджи спит себе спокойно у нас же жарко спит себе спокойно а он вот никак не может ну что поехали дальше повторюсь уксус мы добавляем для того чтобы тесто у нас легче раскатывалась было более эластичное и чтобы при жарке у нас появились пузырики которые так привлекают нас в чебуреках все все и вот вот и о а что что и а и и и а что Давайте померяем, какого диаметра у меня чебурек. 7 сантиметров. Чебурек 7 сантиметров. Просто потом посмотрим, сколько чебурек 7 сантиметровых у меня получилось с 250 граммов муки. Еще раз напоминаю, что фарш надо размазывать, кашицу. Не надо, фарш не должен быть внутри, как котлета. Если фарш будет, как котлета, считайте, у вас не получились чебуреки. Фарш должен быть жидкий, он должен быть размазанный по тесту. Ребята, смотрите, осталось фарша на 4-5. Раз, два, три. Да, на 5 чебуреков. Представляете, какая экономия? 250 грамм муки, 300 грамм фарша. И можно было 200 грамм фарша сделать. И у меня, смотрите, еще осталось. И я сделала для себя любимый маленький чебуречек. Сейчас я его поджарю и слопаю. Девушки, смотрите, какой красотун получился. И пузырики, и румяненький. Горяченький такой. Сейчас я буду мопать. Но немножко пусть остынет, иначе я себе спалю и язык, и небо, и все на свете. Но просто хотела вам показать. Видите, вот такой вот он красавец. То есть большие тоже будут такие же красивые. Ребят, смотрите, вот мясо там, видите, ой, сок течет, горячее. Не котлеткой, а именно вот так вот, как распределено. Ой, все, вот видите, какая красота. Ой, а вкусно-то как! Итак, смотрим, считаем. Диаметр 7 сантиметров у меня получилось 10 чебурек. Ну, как я и рассчитывала, 5 порций. Я примерно уже знаю, сколько из такого количества муки выходит чебурек такого размера. Поэтому я уже, знаете, как опытная лепкоманка. Ой, ну и смех и грех, ребят. Ну, в общем, смотрите, какое получается дешевое блюдо. Я так скажу, 250 грамм муки, даже чуть меньше. Потом 125, примерно, примерно 125 грамм воды. Ну, смотрите по консистенции. Чуть-чуть соли. Буквально 5 капель уксуса. И чайную ложку растительного масла без запаха. Лука один к одному к фаршу. Если 200 грамм фарша, 200 грамм лука. Можно чуть меньше, 190-180. Много перца и соль по вкусу. Вот и все. Надеюсь, вам этот рецепт пригодится. Надеюсь, рецепт понравится. Вы будете пробовать делать. Сейчас вы видите, как выглядят жареные чебуреки на тарелочке. Они просто золотистые. Они такие вкусные, что вам не передать словами. Я могу их есть очень много на самом деле. Итак, всем спасибо за внимание. Спасибо, что вы были со мной. Пишите комментарии, кому понравилось. Ставьте пальчики вверх. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok